я вас попрошу сейчас очень быстренько взять ручки бумаги что вы просто посмотрели честно каждый на свою ситуацию своей жизни сам и мы с вами наметим простенькие действия как изменить даже вы это сделать смотрите я сейчас прикину вы можете себе дописать я взял такую очень стандартную называется колесо жизни колесо жизненного баланса еще это называется вот если взять среднестатистического человека и основные основные сферы жизни которые у него есть аспекты жизни то я выделил такие такие точнее то я не я выделил это очень такая очень распространенная штука как оценивать я выделил здоровье возьмите прямо нарисуйте круг разделить его на 8 частей разделить его на 8 частей мы подпишем как бы сфера жизни которая является здоровье семья друзья карьера досуг и развлечения саморазвитие духовность финансы центре мы нарисуем точечку 0 ну как будто бы вообще ничего нет а здесь это 10 бальная шкала здесь будет десяточка ну на в каждой стороне 10 баллов и попробуйте задать себе внутри вопрос ну честный такой вопрос каждый для себя сам только вы сами можете оценить ну что у вас происходит внутри что происходит у вас жизнь как вы можете оценить свою жизнь допустим я спрашиваю себя как у меня здоровье я такой думаю ну вот если бы у меня здесь было здоровье 10 баллов 10 баллов то у меня нету никаких жалоб на здоровье меня все хорошо спину не тянет голова не болит там печеночка в порядке веса лишнего нету чувствую себя утром отдохнувшим и так далее оцениваю свое здоровье на 10 баллов например да ну 0 это собственно все сыграли в ящик один это мы лежим там при смерти за нами ухаживают два чуть чуть лучше и просто поставьте себе где-нибудь такую такую отметочку ну например я бы оценил наверное свое здоровье ну наверное 78 баллов наверно есть над чем работать есть проблемы но в общем то все неплохо дальше семья отношения в семье ставим тоже здесь какую-то себе отметочку какие у меня отношения в семье все ли меня устраивает если у меня семья как мои члены семьи здоровы и счастливы нет как я в семье себя чувствую можете каждый сделать анонимно когда вы будете один на один чтобы быть максимально честными сами с собой друзья так спрашиваем у себя какие у меня отношения с друзьями вот у меня есть друзья или нет какие у меня с ними отношения хорошие или там то нет друзей у меня нет все козлы вокруг на доверять никому нельзя ставим здесь от 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 0 до 10 очень примерно такую оценку своей жизни карьера карьера может быть не знаю люди некоторые уже ушли на пенсию или есть есть женщины домохозяйки у которых карьера собственно дома и это тоже нормально есть люди которые например у которых работа уже достала но страшно например с нее уйти есть люди которые пытаются начать какой-то свой собственный бизнес но что-то не получается то есть как бы вы в общем оценили себя как профессионала чего вы достигли своей карьере или чего бы хотелось достичь и пока еще не получается просто здесь поставьте себя от какую-то какую-то оценочку честно то же самое с точки зрения досуга отдыхаю ли я насколько меня устраивает мой досуг давно ли я был в театре на йоге или бассейне или там не знаю на море давно ли я гулял в парке дело пробежку как я вообще отдыхаю отдыхаю я я прихожу домой включаю телевизор радио магнитофон и ну и так и провожу свой досуг досуг саморазвитие саморазвитие что мы сюда отнесем такое слово понятно ну мы все получали когда-то образование в школе учились там кто-то в институте кто-то в техникуме саморазвитие есть например мыльный опера есть передачи по тому же самому телевизору который что-то дают вообще я не могу такое назвать просто я вот действительно давно не смотрю давно ли мы читали книжки которые помогли бы как-то может быть изменить отношения к себе к своему здоровью к своим эмоциям какие-то профессиональные может быть знания получить давно ли мы посещали какие-нибудь обучающие семинары тренинги дальнона давно ли мы общались с людьми которые ну в чем-то лучше нас в плане здоровья в плане профессиональной деятельности в плане духовности я думаю что у вас внутри у каждого есть ответ на этот вопрос честный простой ответ духовность что я сюда отнесу духовность я сюда как раз отнесу ваше внутреннее состояние насколько вы находитесь в гармонии сами собой насколько ваше внутреннее душевное состояние но если за 10 взять это на розовом облачке сидим медитируем левитируем оторвались от 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 пола там как будто да ушел в лес сел под деревом и все и пробудился допустим ноль это жизнь такая вообще в полном страдании в депрессии ничего не хочется мысли о самоубийстве и на грани постоянно нахуй насколько вы поставите здесь вот свой город ну свое гармоничное состояние внутреннее насколько вы могли бы оценить как раз дневничок чувств которые я предложу вам писать он поможет вам увидеть действительно то состояние в которой мы большую часть жизни находимся финансы финансы у кого-то поют романцы кому-то хочется больше знаете как говорят деньгами всегда проблема если они есть то все думают как оставить тот же уровень если их нет все думают и бедные богатые думают о деньгах вот насколько вы могли бы оценить скажем так ну удовлетворенной своим финансовым состоянием понятно что всегда мало понятно что всегда не хватает понятно что что удовлетворен тот человек который благодарен за то что имеет но у вас у каждого человека есть какие-то внутренние притязания на что-то на какое-то состояние финансово тоже оцените ну не знаю я например оценю на наполовину а может быть и еще и меньше ну вот и и я и и и и и